А вот ведь как грустно всё выходит. Только недавно я снимал Let's Play Undertale Куски и Огрызки, и говорил, что если этот мод однажды допилят, то его может быть советовать вместо оригинального Undertale, потому что он берёт эту игру и улучшает её во всём, и в графике, и в геймплее, и добавляет новые фичи, разве что некоторые из них, конечно, сомнительные, типа всех этих отсылок на Дель Таруно, всей этой навязанной дружбы со всеми и так далее, но это всё субъективно, конечно. Но самое главное, что всё-таки этот мод, к сожалению, не будет разработан до конца, потому что появилось объявление. Члены коммунити Кусков и Огрызков! Сегодня мы узнали ужасные новости, мы узнали, что наш владелец, Блейз Мэйс, был арестован по обвинениям, которые неоправдываемые и презираемые. Вроде как у него нашли ЦП на компе, поэтому его арестовали, посадили, отменили и так далее. Мы хотим прояснить это. Команда Кусков и Огрызков не одобряет действия Блейза Мэйса и не будет больше с ним ассоциироваться. Пожалуйста, поймите, что все в нашей команде сейчас испытывают те же эмоции, что и вы. Злость, боль и ужасное чувство нелёгкости. Мы просто в шоке от этой ситуации и нам нужно время, чтобы решить будущее моды нашей команды. Неприятная правда в том, что огромнейшая часть мода была разработана Блейзом. Таким образом, удаляя его вклад, нам придётся разнести к ренам весь мод фактически. Но мы что-нибудь там решим, а пока что мы заморозим куски огрызки на бесконечность. Вот такие дела. И потом вышло ещё одно объявление. Что же будет дальше? Мы хотим начать объявление с того, что скажем спасибо всем за вашу поддержку в этом инциденте. Вы лучшие. Мод куски огрызки, как вы знаете, больше не будет разрабатываться. Мы просим, чтобы никто не пытался пытаться его дальше разрабатывать, потому что лучше оставить этот проект как есть. Мы решили заархивировать эту страницу и выпустим, собственно, апдейт с Юзи в том состоянии, в котором мы его разрабатывали. Поломанный и недоделанный, увы. Однако, мы счастливы сказать, что это не конец. Наша команда уже двигается к новому проекту, который полностью свободен от влияния нашего предыдущего лидера. Фактически, этот проект был в работах ещё задолго до инцидента. Какое совпадение, правда? Этот новый мод называется Undertale, проект Гармония. Автор Мурки Спайсис. Который также нацеливается на переиздание Undertale, передизайн его. Его графики и добавлением нового контента, короче говоря. Но в этот раз будет более верный подход, что называется. И скоро будут новые апдейты. Ещё раз, спасибо вам, что вы с нами, и мы очень ждём поисследовать то, что будущее содержит, или типа того. Да. Короче, теперь мод отменили, получается. Забили на него полностью и начали разрабатывать новый. Да, всей командой. И это будет продолжаться до тех пор, пока у этого Мурки Спайса тоже не найдут ЦП на компе, после чего они снова забросят этот мод и начнут делать уже третий мод, да, снова в очередной раз. Ай, да. Но что же за глупые нормисы? Неужели непонятно, что все творческие люди так или иначе с ебанцой, поэтому как-то глупо пытаться отменять их работу? И, собственно, за свои преступления должен отвечать сам человек, а не его труды, в конце концов. Да и вообще, почему в таком случае всю компанию Диснея не закрыли? В конце концов, ее создатель Уолт Дисней вроде как был этим самым антисемитом и другом нацистов, или типа того. Но это, конечно же, совершенно другое, правда. Отменить работу одного человека гораздо проще, чем отменить труды целой многомиллиарда корпорации. Поэтому, естественно, это совершенно другое. И разработчики этой команды Кусков-Огрызков отменили в итоге не только этого самого Блейза Мейеста, но и самих себя тоже. Всю свою огромную работу они просто выбросили как есть, и теперь оно все будет валяться в таком вот недоделанном состоянии. Конечно, я считаю, что это глупо, это пустая трата, собственно, всех этих часов, которые были проведены за работой над этим модом. Ведь они бы уже почти разработали, осталось всего-то доделать этот апдейт и допилить концовку, и практически все будет закончено. Но нет, нет, в самом конце нужно от всего отказаться. Подумаешь? В конце концов, вы же не знаете, у кого из вас еще из команды может быть СП на компе, или еще какие-нибудь жуткие, страшные тайные скелеты в шкафу. Так что, тот факт, что один человек спалился, вовсе не значит, что все остальные святые, понимаете? Так что я считаю, что это было очень глупо, и лучше бы они все равно разработали этот мод до конца, и просто сделали бы там приписку какую-нибудь, типа, мы не одобряем то, не одобряем это и так далее. Но нет, теперь буду делать все по-новой, естественно, но скорее всего, будет уже хуже, по крайней мере, многие в комментах считают так, что теперь уже будет совсем не то, но я, конечно, не знаю. Я знаю только одно, что выбрасывать почти что готовый мод и начинать пилить все заново, это значит, что мы, скорее всего, ничего уже не увидим. Я, в принципе, не особо-то верю в эти недоделанные моды, например, мод Delta Traveler, сомневаюсь, что его доделают, потому что его разработчик сам постоянно пишет, что у него там проблемы, занятость в реальной жизни, необходимость устраиваться на работу и так далее. Так что, скорее всего, однажды она его тоже дропнет. И DS Underswap тоже ХС будут доделывать или нет. Поэтому мои надежды все сейчас только на Undertale Yellow, что его однажды хотя бы доделают и выпустят, если только еще у кого-нибудь из авторов не обнаружат ЦП на компе, после чего весь Undertale Yellow тоже дропнут и начнут делать новый проект, скорее всего, да? А, я просто поражаюсь с этих отминиаторов. С этих отминиаторов? Как же это глупо, как по мне, выбрасывать наработки. Да. Но в любом случае, раз уж был выпущен какой-то апдейт, раз уж выпущен этот недоделанный кусочек апдейта с Юзи, давайте мы в него сейчас поиграем все-таки и посмотрим, что же там успели разработчики наделать. Но вообще-то я его уже прошел так-то, чтобы просто узнать, есть ли смысл снимать летсплей, и там, в принципе, где-то так 60-90 минут контента имеется. Если проходить потихонечку, никуда не спешить и все читать, да. Проходить потихонечку, никуда не спешить и все читать, и потихонечку говорить тоже, да. Поэтому я думаю, что я сейчас сниму 2 или 3 серии этого мода, и никакие отминиаторы меня не остановят так-то. Ну да, кстати, нужно сразу же прояснить-то всякий случай. Если что, у меня на компе ЦП нет, поэтому меня отменять не за что, так и знайте. Вот, мы это прояснили, и теперь пойдемте жарить милых пушистиков. Но в смысле, место действия мода же происходит в жаркоземье, поэтому вполне логично, что пушистики будут жариться здесь от высокой температуры, лавы и всего остального. Все правильно, правда? У нас, кстати, включен по умолчанию режим дебага, потому что этот поломанный билд, конечно же, и при установке патча на Undertale, там сразу же пишут в окошке, что этот билд сломан, и даже сама мысль о работе над нем заставляет меня блювать, или типа того. Какие чувствительные и ранимые разработчики, просто ужас. Все готовы выбросить, лишь бы, что называется, не быть измазанным, так сказать, своей причастностью к такому ужасному проекту, ага. Как будто все они святые, хотя на самом деле святых не бывает. Ну, я вот назвал своего персонажа канцел, чтобы быть, что называется, в тренде, так сказать. И давайте сейчас играть, собственно, в Undertale, мод за канцельная Сьюзи, что называется, отмененная, как и все остальное. Так, естественно, я уже все разведал, поэтому знаю, куда идти и что делать. Вот у меня путь пацифиста, я так понимаю, что проверять остальные пути нет смысла, потому что даже путь пацифиста не доделан. И нужно сразу же предупредить, что мод в определенном месте просто обрывается, из-за того, что как раз-таки его не допилили. Поэтому пройти до конца мы его все равно не сможем, имеется в виду именно апдейт с Сьюзи, да. Нам просто придется в определенный момент на него забить и уйти. Ни с чем, так сказать. Но я уже знаю, где это будет происходить, и знаю, чем закончить мод. Вернее, мой летсплей из этих двух или трех серий, которые я буду сейчас снимать. Ну, короче, поехали. Сначала нам нужно отправиться в высоты Хотленда, в эту новую локацию, которую я уже исследовал. Хм. Разве что я вот сюда вот вниз не спускался, не общался с НПС новыми в пути пацифиста, по крайней мере. Но, в принципе, накласть. Нас интересует только апдейт с Сьюзи, и он начинается как раз вот здесь. Ты что, какой-то турист? А вот она, наша Сьюзенька, такая маленькая и смешная малявка. Хе-хе-хе. Я понимаю, место прохладное и всякое такое. Но ты хоть понимаешь, насколько надоедливым ты звучишь? О, значит, теперь ты заткнулся. Хе-хе-хе. Чё? Докопалась до бедного Аксолотля. Наверняка ты даже не будешь отбиваться, если я... Чё, типа вообще никого не стесняется? Тут полно народу и всякое такое. Чё ты сейчас сказал? Ничего, я же говорить не умею. И вообще я уже побитый, вон у меня бинтик наклеенный. Ох. Хм, прилезло к нам, что называется, вплотную понюхать, так сказать, наши волосы. Может быть, куснуть немножечко? Вдруг от нас тоже пахнет шампунем с ароматом яблоков. Да. Значит, этот вот не будет даже отбиваться, а? Если ты хочешь поиграть в такую игру... Неплохо, давайте махаться с ней. Ну, конечно же, нет. Сузи, ты там? Я же тебе сказал не уходить в одиночестве. Чё. Но, похоже, нам придётся узнать друг друга получше как-нибудь в другой раз. Так что считай, что тебе повезло, задротик. И засал и убежала сразу же. Вы чувствуете связь, исходящую от Сузика? Ну, конечно же. Сразу же уже думаем, как, что называется, присовокупить уже свой штекер к её разъёму, так сказать, да? Не-е-е-е. Да. Чувак, не могу поверить, что что-то такое произошло в высотах Отленда. Спасибо, что спас меня от этого зверя. Да, какое совпадение, что Сьюзи докопалась именно до того персонажа, который мне больше всех тут запомнился, этот маленький милый Аксалотли. Почему-то мне нравятся Аксалотли, когда их изображают в виде вот таких вот антро-персонажей. Хотя, как животное, Аксалотли довольно стромные в реальной жизни. Увы, просто какие-то суммы на ножках с этими шестью антеннами, так сказать. Так, короче говоря, что нам теперь нужно? Нам нужно развернуться и вяжать, собственно, в локацию, которую мы в прошлый раз не могли посетить. Это, конечно, не очевидно, потому что игра об этом не говорит, но, возможно, об этом нам сказали бы, если бы модно разработали до конца. А поскольку этого не произошло, придётся, собственно, ходить везде наугад. Тут, конечно, есть вот обновления, типа лифт перерисовали и так далее, но я это всё уже не стану рассматривать. Меня интересует только апдейт Сьюзи, больше ничего. Так что мы будем стараться провести все эти две или три серии в компании, собственно, Сузика. И для этого нам нужно пойти, собственно, в эту скрытую локацию. Санс продаёт свои волосатые сосиски всё ещё здесь, но, в принципе, хрен с ним. Нас он не интересует, сразу же валим вниз. Хорошо, что я уже всё разведал, теперь уже всё знаю. Так, менять свою броню я не стану, потому что бинтик мне ещё пригодится пару раз убегать от всех там однообразных битв и так далее. Кстати, в этом дебаг-режиме ещё активировались все эти последователи гастера и так далее, и с ними тоже можно трендить тут во всех локациях. Но, в принципе, накласть. Я думаю, уже попробовать ещё раз этот пазл. Пожелай мне удачи. Да, этот чел раньше стоял там слева, в конце теперь он перегородил мне путь, чтобы я уже не смог сюда войти. Ну, и хрен с ним, меня интересует только одно. Где же прячется Сузик? А вот и Сузик. Э-э-э. Эй, ты что, следуешь за мной? Какого хрена тебе надо, а? Хочешь смерти? Это, на самом деле, довольно прохладно. Постой-ка, нет, подожди-ка. Проваливай, ты меня слышишь? Разве что ты хочешь, чтобы я отдала тебе причину проваливать? Хе-хе. А чё это она вдруг зассала? Только что хотела с нами махаться, и теперь уже почему-то не хочет. Хотя тут её уже батя, что называется, не отзовёт. Или батя, или мать их, за кто у неё там. Ну, а вот, она поломала это сограждение, теперь можно войти, наконец-то, в новую локацию. И сразу же начать с ней махаться, да? Докопаться ещё до Сузика. Ты не собираешься сдаваться, да? Только не говори, что я тебя не предупреждала. Хе-хе-хе. Ой, я и то страшнее, у меня голова больше. Не-не. Так что, насчёт этой игры, в которую мы собирались поиграть раньше. И теперь я почему-то уже отступаю. Очень логично. Хух, ты тоже это чувствуешь? О, ну знаешь, я много всего такого чувствую. Хе-хе-хе. Это... не звучит хорошо. Ух-хе-хе. Ух-хе-хе. Из-за дебага режима тут ещё отображаются тайминги всех вот этих вот анимаций и прочего. Ну вот, теперь мы можем нажать кнопочку Z, чтобы встать. Однако, если мы прождём весь вот этот вот таймер, который сейчас отчитывается, то нам скажут «Эй, ты вставай, мать твою!» или типа того будет такое маленькое объявление. Ну ладно, я уже не стану ждать, давайте вставать, так уж и быть. Встаём, нюхаем этот прекрасный запашок пара повсюду. Ну и, как видим, это хоть и Хотленд, всё ещё он и какой-то уже замороженный Хотленд. Почему-то он зелёный, а не красный. Так, Сузик. Это Сузик, похоже, она спит. Хе-хе-хе. Вечным сном, да? Разбудить её? Да? Да нет. Да нет-то верная. Вы решили, что, наверное, она нехорошо ответит, если её так внезапно разбудить. Так что вы решили поставить... посп... позволить ей поспать, короче. Но, скорее всего, если я пойду направо, она сама очнётся, поэтому давайте её разбудим, так уж и быть. Разбудили. Интересно, каким... каким органом мы её разбудили? Хе-хе-хе. Твою мать! Крис, твою мать, мы где? Отсылочки, круто, да? Вернее, фриск. Вернее, канцел. Хе-хе. Я не могу поверить тебе. Если бы ты просто не лез не в своё дело, мы бы... Слушай, я собираюсь сейчас свалить отсюда, сама. Мне плевать, что ты будешь делать, просто не вставай у меня на пути снова. Ох, какая у нас она эджи, прямо как ёжик Шэдоу. И не ожидаю, что я тебе буду помогать вообще. Увидимся. Хе-хе-хе. Смешные, перерисованные спрайтики, всё, как было, собственно, в Дельтаруне, просто более простенькое. Кстати, да, у фриска теперь обновленная прическа, как видите, такие блестящие волосы, но они отключаются, если бегать. Потому что эти спрайты ещё не успели обновить, к сожалению. Такой странный у него паричок каждый раз сменяется. Забавно. Так, ну поехали, получается, новые локации. Итак, спустившись в земли глубоких обрывов, вы наполняетесь решимостью. Вы думаете о том, что вы, возможно, пока что не сможете вернуться на какое-то время, так что вам стоит сохраняться только если вы приготовились. Ага, потому что мы уже не сможем пойти назад, в том числе вообще, потому что из этого мода нету выхода, он ведь не доделан, к сожалению. Но можно разве что через дебаг режим, если что, проскипать комнаты и вернуться в Эндертейл оригинальный. Но нас это не интересует. Так, поехали. Сузик, стоит тут и ждёт. И чё, ты собиралась сваливать? Чё ты тут встала? Иди дальше. Стоит и пырит. Что я тебе сейчас сказала, чел? Я тебе не помогаю. Какого хрена ты вообще меня спрашиваешь, а? И тебе стоит знать, что... Вернее, тебе стоит это знать, ты идиот. Или типа того. Это же не я собиралась прыгать, блин, с этого тропанного моста. Просто ставь меня в покое своими дурацкими вопросами. И встала, и стоит дальше. Да, уж такая деятельная дамочка, конечно. Здесь в целом всё то же самое, что и для Таруни, как видите. Те же самые спуски, те же самые обрывы практически. Ну разве что графончик немножко другой. Можно ещё зачем-то назад вернуться, хотя тут ничего в принципе нету, поэтому скачем дальше. И ещё, весьма печальный момент, что здесь нету музыки совсем в этом моде. Только нам кажется, в паре битв она активируется, и в паре моментов в целом её просто нету. И сейчас тоже у меня тут... У меня тут... Сплошная тишина. Возможно, что я добавлю какую-нибудь музыку на фон, если у меня будет не влом, а возможно нет. Посмотрим. Но в любом случае, тут всё зелёное. И лава тоже зелёная. Эй, ты куда собрался, мать твою, а? Ты знаешь, я помню, что-то подумал обо всём этом. Ты ведь уже будешь делать все самые сложные дела тут, так что... Я просто буду следовать за тобой, и позволю тебе всё делать, короче говоря. Так что ты нас в это дело затянул, поэтому ты нас отсюда и вытянешь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вполне логично. Теперь двигайся, задротище. И вошла в нас, что называется. Злая девочка Булли Сузи насильно присоединяется в вашу партию. И вошла нам в зад, получается, да? Всё, теперь будет за нами ходить. Пойдём обратно, получается. Нет, ничего не скажешь по этому поводу. Ну ладно, фиг с тобой. Поехали, получается, исследовать эту новую таинственную локацию. Из сплошной зелёной зелени. В принципе, такая локация у нас уже была. В руинах такая же зелёно-серая канализация. Да, можно присесть посидеть, и Сузик тоже так встанет в позу из Дельта Руны. Хм. Она принимала эту позу, если ей в битве выдать какое-нибудь действие. Она стояла в ожидании в такой позе. Так. Мостик. Чёрт, тупик. Ну, это отсасывает очень сильно. На самом деле, не похоже, что это большой разрыв. Вернее, пролом. Возможно, я смогла бы перепрыгнуть, но я лучше позволю тебе это сделать. Ну, ты знаешь, потому что этот обрыв находится над лавой и всякое такое. Лучше пусть будешь ты у нас подопытной свинкой. Ну, давайте. Эм, похоже, тебе вовсе не нужно. Какого хрена он так сильно хочет попробовать прыгнуть? Ну, давай прыгать. Почему я не могу прыгнуть? Я жду возможности прыгать, но, к сожалению, нету её. Может быть, лучше её перекинуть, взять её так... И булька сразу же в лаву. И по ней пройтись, поёт руку. Хе-хе-хе-хе. Какой я злой. Да. Эм, ты вообще понимаешь, куда ты идёшь? Если бы ты просто... Если ты просто собираешься тут ходить туда-сюда... А, ну, похоже, ты всё-таки не совсем бесполезный. Но не жди тогда. Я пойду сама к этой кнопочке первой. И почапала. Такая довольная. Руки в боки. Эй, какого хрена? Ох. Ну, наверное, веди тогда, получается. Я тоже умею бегать. Но, к сожалению, здесь даже силы моего спринта недостаточно. Эх, жалко. Итак. Есть у нас стандартные головоломки с лазерами, в которых, в принципе, можно получить урон, чего париться-то, в конце концов. Ну, вот и всё. Давай нажмём эту кнопку и починим мост. Но, впрочем, хм... Наверное, я просто сама её нажму. О, не зря я майки заканчивала. Сладко. Это обо всём позаботилось. Хех. Теперь мне не нужно следовать... Дух. Чёрт! На нас напрыгнули! Мне кажется, для этих вулканчиков прорисованы жопки. Интересные детали, конечно. Я знал, что это была плохая идея объединяться с тобой. Причём все монстры в этом дебаге появляются в виде шайни. Как-то странно. Так, ну что ж, обнимаем одного. И также используем... Вернее, стоп. Что я вообще делаю? Ладно, короче. Мы его это самое, а этого пока что не будем трогать. Потому что мы добрые. Нам нужно использовать S-действие с Юзи. Оно у нас тут имеется, собственно... Практически как дельта-тревелеры. Поэтому щадим одного вулкина и заставляем Сузика использовать S-экшен на втором. Мы попросили Сузика сказать что-нибудь хорошее насчёт жопки вулкана. Ни с того ни с сего. Э, что? Нет, мать твою. Этот парень сосёт жопу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вулкин отступает от Сузика. Ах. Теперь он очень грустный. Вулкин стоит в углу. Капец, оскорбили его бедняжку. Ну и хрен с ним. Да ещё бабла налутали с них. Фух. Фух. Но, похоже, что мы позаботились о них. Неплохо. Ты более полезный, чем я думала. Но недостаточно полезный. Я могла просто сама нажать эту кнопку. Так что я отсюда валю. Позже. Куда позже. Как будто ты от меня сможешь смыться. А я всё равно быстрее тебя бегу. Не-е-е. Ну-ка, чё у нас тут? Магическое силовое поле, на удивление, удобно блокирует ваш путь вновь. Похоже, что нажатие на эту кнопку активировало местные системы защиты. Капец, конечно. И кому не нужны все эти системы защиты, спрашивается. Есть те старым разработчикам ленивым, которые придумают дурацкие способы нас ограничить, чтобы мы не могли пойти туда или сюда. Постой, какого хрена я вообще делаю? Я могла бы просто спросить этих ребят, которые там были. Направление, короче, у них узнать. Но я сейчас не могу вернуться, и не хочу позориться. Так что, эм, этот метод не подойдёт. Хм. Ох. Это опять ты. Какого хрена ты хочешь? Хочешь тут посмеяться над тем, что я снова потерялась, как и ты? Ну, я не хочу слушать ничего, что ты хочешь сказать. Так что я просто, эм, эм... Поломаю эту высокотехнологичную табличку. Смотри на это, хе-хе. Чпок. Как тебе такое? Я заставил табличку играть в игру скейтборд. А? Ты никогда не слышал об этом? Даже я и... Даже мне иногда разрешают играть в игры скейтборда по выходным. Твои родители, наверное, совсем сосут. Постой-ка. Я тут снова с тобой начинаю трейдеть. Лучше отсюда свалю. Перестань пытаться говорить со мной. Ёр, что иметь? Итак, экран отображает игру, состоящую из скейтборда, прыгающего через кактусы и птичек. Да ладно, я знаю, что очень хочется играть в такие игры часами, но нам нужно, наверное, идти. Есть куда идти, знаешь ли. Ну так иди, чё тебе надо от меня? Сама говорит, чтобы я от неё отстал, сама стоит и ждёт меня, подзывает. Ну, это отсылка на Дельторуну, естественно. Сузик там тоже ещё искала читы к такой игре про скейтборды. Это всё из отсылчика состоит. Бесконечная бездна, короче, распространяется перед вами и под вами, и идёт, похоже, в бесконечность. Да. Идти вперёд, пытаясь идти вперёд в таком ужасном окружении, вы наполняетесь решимостью. Ну, поехали. Бит на пропасть, красивое название, конечно. И Сузик снова стоит и тупит. Итак, эмммм, рекреационный центр Ход Тарленда впереди, или типа того. Не знаю, что такое рекреационный центр, ну хз. Ну, по крайней мере, я единственная в Ход Тарленде. Чёрт, наверное, это плохо на самом деле. Я, эммм... Мне на самом деле здесь больше нельзя находиться. Но не то, чтобы меня это останавливало раньше. Хех. Чё она говорит сама с собой вообще? Опять ты? Ты можешь перестать следовать за мной вообще повсюду? Сама меня позвала, главное. Ты начинаешь это самое казаться мне странненьким, знаешь ли. Я могу сама справиться, понятно? И мне не нравится идея тебя нянчить, короче. Так что, почему бы ты... Какого хрен ты всё ещё это самое? Прикольно все эти спратики из Экторуна, они переставали и адаптировали. Так. В этой битве музыки почему-то нету, поэтому я, скорее всего, добавлю её сам, если опять же не забуду. Ой, капец, тут жесточайший махач однако начинается, и у меня почему-то повысилась скорость движения ни с того ни с сего. Но вообще, конечно, я могу просто нажимать кнопку 8, чтобы поскорее пропустить ход врага и не париться. В конце концов, это всё мы уже видели, поэтому, собственно, обнимаем вулканчика и заставляем Сузика использовать S-экшен на Пайробия. Так, мы обняли вулканчика. Он разрывает ваше сердце и всё ваше тело. Ауч, ваша защита понизилась. Сузи сильно зажгла фитилёк. Наверное, слишком сильно. О, да, нет ничего лучше о микроволновке или типа того. Или волны... горячей волны, короче. Стоп, ты же ведь не рептилия, не так ли? Супер горячо. Похоже, Пайроб доволен. Но неплохо-неплохо, Сузик за один ход сделала то, на что мне бы потребовалось два хода. Поэтому скипаем его ход и поехали, короче, отсюда. Ой, тихо, мёрси, 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 всех щадим, мы добрые. Да, почему-то. Сузик выкинула зонтик. Чёрт, нам нужно уже перестать попадать в такие засады. Постой-ка, нет. Мне нужно просто перестать тусоваться с тобой. Каждый раз, когда на нас кто-нибудь напрыгивает, всё время потому, что ты тут находишься. Так что я считаю, что тебе нужно отвалить и оставить меня в покое. Или они будут не единственные, кто захотят тебя похоронить. Ох, какая опасная, однако, суденька. Кстати, нет, пока что у нас её нету в команде. Так, это, собственно, табличка, отображающая и предупреждающие сообщения. Впереди находится рекреационный центр, типа того. Берегитесь дорожек, у которых нету этих самых порчней, короче. Понятное дело, что на систему безопасности здесь все наклали, естественно. Так, новые ассеты, новые таблички, новый звук беготни по железу, прикольно. Ну, значит, топаем. И опять Сузик, естественно, сдохла. Чёрт, какого хрена? Почему это место так высоко находится? Где высоко? Мы же ничего не видим, может быть тут пара метров всего-то. Чёрт, почему он появился именно сейчас? Я, э, просто не привыкла быть так высоко, вот и всё. Тут меньше воздуха для дыхания, здесь наверху, ага. Зассала! Нет, нет. Э, ты так и будешь там стоять? Какого хрена ты чего ждёшь вообще? Ты слышал это? Похоже, что кто-то... Вон там! Там работники на стройке. Это мой выход отсюда. Эй, вы двое, вернитесь сюда! Мне нужно спросить вас насчёт... Постойте! Куда вы, блин, убежали? Э, чёрт. Именно тогда, когда появился кто-то, кто может мне помочь отсюда свалить. Хм, давай просто найдём какой-нибудь способ пройти через эти дурацкие лазерные ворота. Почему я вообще позволил себе в такое втянуться? Да, теперь Сузенька снова с нами в команде, и кстати, можно посмотреть её статы. Вот она, более живучая, чем мы, так сказать. У неё есть оружие, голубой зонтик, ни с того ни с сего. Ты что, себя белочкой слепи возомнила? С чего у тебя зонтик вдруг? Может быть ещё бомбы начнёшь кидать? И броня, это резинка на волосах, видимо, её. Хотя броня, по идее, это её курточка здоровенная, такая мощная. Но нет. И также можно почекать её заклинания. Так, её Крутбастер из Дельтаруны наносит урон элементам грубости одному противнику. Или самолечение, лечит 12 хп. Немножечко сухо. Типа она себя вылизывает, как кошка, или вроде того, получается, да? Немножечко сухо. Хе-хе-хе. Ясненько всё с ней. Так, путь вперёд блокирован, и вы вновь должны найти способ пройти. Это наполняет вас решимостью. Приветик, детишки! Это я, Эмм, Индюк Джеймс. Божечки, я волновался, что вы не появитесь, ха-ха. Эмм, ты кто, мать твою? Ты знаешь этого чела? Ну же, это же ваш лучший приятель. Разве вы не помните вашего старого друга? Я буквально тебя раньше никогда не видела. О, Сьюзан, ты всё время меня веселишь. Меня зовут даже не Сьюзан. Отсылка тоже на Дельтаруну где? Бёрдли назвал... Где Бёрдли назвал её Сьюзан? Да, мы это помним. Ладно, я тебе позволю, короче, пойти дальше. Твоё приключение ждёт тебя впереди и в конце концов. Давай валить отсюда. Не знаю, к чему отсылка этот странный Индюк, но очевидно, видимо, что-то опять американское. Да. Это лазерные ворота. Кажется, вы помните, что они были выключены прямо перед тем, как вы смогли пройти, или типа того... Эм, ты просто будешь стоять, пока они откроются? А почему бы и нет? Тук это сработает хоть в одной игре. Вы уже привыкли чувствовать только... Эм... Вы привыкли чувствовать только неминуемую смерть, которую могут дать вам эти силовые поля, или типа того. Кто продолжает ставить эти штуки повсюду? Но я надеюсь, что его уволят. Хе-хе-хе-хе. Альфуха, наверное. Это она любит это делать на самом деле. Похоже, это часть системы, которая подаёт питание лазерным воротам. Эм... Свет бледной мяты сверкает на вашей коже. Эй, эти штуки, возможно, могут быть довольно важными. Ты не думаешь? Мы не можем просто следовать по ней, потому что из-за этого поля смерти, короче. Ну, ты знаешь, какие обычно бывают на телевизионных программах Метатона. Эм... Неважно. Да-да, Метатон у себя тоже ставит вот эти вот силовые поля, естественно. И Сузик, похоже, любит смотреть Метатона. Всё с ней ясно, да. Так, ну-ка. Это то же самое, наверное. Да, то же самое. Наверное, лучшее место, куда можно пойти, это идти по тому месту, куда иди, куда-иди, куда-иди. Идти туда, короче, куда идёт этот лазер, понимаете? Я плохо в английском, ничего не понимаю. Кстати, мне кажется, или тут можно как-то включить, собственно, отображение всех вот этих вот сеточек. Вернее, отображение всех интерактивных объектов. Была какая-то кнопочка такая, но я уже забыл её, к сожалению, нужно посмотреть в режиме дебага. Так, а пока что-что, изучаем дальше, получается. Что у нас тут имеется? Куча мусора, интерактивного мусора, к сожалению. Ну-ка, Сузик, ты интерактивная, да? Что? Ты застрял или ещё что? Почему бы тебе просто не забраться через вон тот смертельный лазер? Боишься, что тебя шокирует, и ты умрёшь? Если ты курица, тогда я могу сама над этим поработать, а ты делай пазл. Ну вперёд, давай, почему стоишь-то? Лезь через лазер и прочее. Это силовое поле. Без интересного описания. Тут есть НПС, не фига себе. Смотри-ка, это же один из работников стройки Хоттерленда. Эй, эм, ты думаешь, ты можешь помочь нам открыть эти лазерные ворота? А? Причём вы хотите их открыть, а? Ну, мы просто собираемся свалить. А? Неважно, вы хотите знать, как выключить их, верно? Эм, да? Ну, вам понадобится решить этот батареечный пазл, сначала, а? Нажмите батарейки, вернее, отправьте батарейки, короче, направили кнопки, чтобы добраться к кнопке вон там. Ага. Спасибо. Давай просто начнём. Потому что меня беспокоит только, говорит этот человек. Да? Ну, начни уже делать пазл, а? А что он говорит? В принципе, ничего особенного. Да. Это пазл, которым, естественно, будет гордиться наш старый друг, Рукселс Эйефиадлайю Кюрлевич. Но, увы, его здесь нет, поэтому нам придётся, собственно, с ним решать этот пазл без его восхитительной, сияющей рожи от удивления, когда мы решаем такие сказочные пазлы с движением блоков. Поэтому, пофиг. О, ты закончил уже пазл, да? Чёрт, я даже не смогла себя шокировать. А, ну что ж, увидимся, тупица. Пьюф, и полетела. Ну и хрен с ней. Это зелёная кнопка. Нажатие её выключит половину энергии, питающей лазерные ворота. Нажать кнопку? Давайте не будем. Вы вспомнили, что турель предупреждала вас на том, что не стоит нажимать немаркированные кнопки. Вы решили не нажимать. Я нажала её для тебя, пока ты не смотрел. Хех. Давай, нам нужно... У нас есть дела поважнее, чем просто стоять здесь. У нас есть дела поважнее, поэтому, естественно, мы не будем торопиться. Интересно, как Судик нажал кнопку, если она даже не подходила в это место? Фига, конечно, учитерские силы. Хм, лазерные ворота. Свет сбоку. Эх, ненавижу думать о пазлах. Но мы-то её знаем, конечно же, что она тоже будет любить пазлы, благодаря нам, благодаря Розеечку. Фига, она телепортировалась. Фига себе, конечно, Санс здоровенный вырос, какое чудище огромное. Ужас просто. Эй, куда убежал твой друг? Какой друг? Хм, ага, понятно. Я всё понимаю идеально. Что невероятно, учитывая, что ты вообще ничего не говорил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я помню, что у меня был друг вроде твоего. Он был в основном жёлтый, носил странные одежды, имел коричневые волосы. О, подожди-ка, это же просто ты. Ну, тебе, наверное, стоит уже валить отсюда. Валить из-за ком-то, я имею в виду. Нельзя, чтобы тебя заметили со мной во время моего перерыва. Мой босс подумает, что я отлыниваю, и я не могу позволить себе заруинить свою репутацию. Но зато мы можем прилечь и поотлынивать вместе с ним, вот так вот. Да. Лежаки тоже из Дельта Руны, естественно. А Сузик будет просто тупо стоять здесь, да? Что я сейчас тебе сказала, чел? Я тебе не помогаю. Какого хрена ты меня вообще спрашиваешь? Тебе стоит знать, ты идиотище. Почему она говорит то же самое, что и раньше? Ну, допустим. Это высокая куча коробок с припасами. Похоже, что их очень аккуратно поставили в совершенно неправильном порядке. Понятненько, Санс всё-таки работает. Невероятно. Удивительно для него, так сказать. Ну-ка. Конусы. И больше ничего интересного. Здорово, Сузик. Эм, ты же, ты вроде как ничего не выключил, но... Пойдём, наверное. Пойдём. На самом деле идти некуда, конечно. И стоит, просто ждёт. Ну фиг с ней. Хотя нет, стоп, по идее она должна была сказать что-то здесь, вот в этом месте. Наверное, нужно её с собой взять в команду. Ну-ка, секундочку. Вот так вот. Ага. Постой-ка. Я ни за что не буду переходить через это. Думаю, я лучше позволю тебе самому с этим справиться. Просто скажи мне, когда закончишь. А, засало так-то. А я вот не боюсь, я знаю, что меня защитят невидимые стены, которые не позволят мне упасть. Хе-хе-хе. Ну всё. Нажимаю кнопочку. Выбора у нас всё равно нету. Вы нажали кнопку. Вы слышите, что шум чего-то там отключился. И появился новый враг ни с того ни с сего. Ух ты. Эммм, вращается вокруг меня. Вот, наконец-то что-то полностью новенькое. Оригинальный контент, совершенно новый враг, так сказать. Это же не было очередным вырезанным врагом из Undertale. Правда, это получается полностью новый враг. Окул-луп вкручивает саль, типа того. Проверяем. Окул-луп. Похоже, у него нету рук, чтобы свои собственные глазные капли себе закапать. Его кольца очень горячие. Вертитесь. Я тебя вижу. По крайней мере, тут заиграла мусочкой, то хорошо. Так. Кстати, у меня пару раз активировался какой-то спринт в битве. Но в этот раз, получается, он не работает. Так, странно. Мы можем использовать хулу. Вы используете ближайшее колечко, как хула-хуп, и крутитесь. Окул-луп крутится вместе с вами. Он ждет вашего следующего приема. Его атака понизилась тоже. Покажи мне свои трюки. Ой. Один из челиков замочил другого. Ужас просто. И улыбаемся. Вы делаете глупое лицо с большой улыбкой. Окул-луп... Эм... Пускает лучи назад, Раскучивает шестеронки быстрее и быстрее. Какие у тебя классные зубки. Похоже, сейчас их у нас выбьют, что называется, да? Ужас просто. Ах, хорошо, хотя бы здесь не нужно будет музыку подключать. И, кажется, на этом все. Пощадили. Нифига не сделали, но пощадили. Вот и все, получается. Ну что, судик, теперь ты довольна? Ладно, черт. Очередная часть выключена, да? Пойдем посмотрим, сработало ли что-нибудь в этих лазерных воротах. Пойдем посмотрим. Сансик уже испарился. И мы, кстати говоря, можем теперь вместе прилечь. Вот так вот. Теперь лежим две такие довольные рожи. Ну и раз такое дело, давайте пока что на этом остановимся. Вроде как я уже наснимал на одну серию, получается. И, скорее всего, еще две серии будет впереди. По крайней мере, постараюсь уложиться более-менее. Ну, как видите, в начале все очень даже неплохо проработано. Есть новые враги, новые прикольчики, новые механики и всякое такое. Но, к сожалению, однажды это все кончится, и у нас осталось совсем немного развлечений, прежде чем начнутся всякие там обрывки, глюки, баги, недоделки, вылеты и прочее. Но это будет попозже. Давайте пока что отдохнем и скоро продолжим. Продолжение следует...